АПЛОДИСМЕНТЫ В нашей студии традиционно две главные страны. Это сторона студентов и сторона экспертов. Позвольте представить экспертов. Самсон Безмятежный, менеджер блок-платформы «Ервижен Кейз». Кумисаль Сарбасова, генеральный директор газет «Дорожный патруль» и «Казахстан Укушеса». Приветствуем. Лариса Александровна Мацкевич, почетный журналист Казахстана. Сеид Козы Бесенгазыевич Матаев, председатель Союза журналистов Казахстана. Приветствуем. Ирина Петровна Савельева, заместитель главного редактора газеты «Литер». Елена Федоровна Бурсиловская, обозреватель газеты «Казахстанская правда». Приветствуем. СМИ, средства массовой информации, очень часто называют четвертой властью. Я хочу начать нашу программу с вопроса к студентам. Скажите, как сложились ваши личные отношения с этой четвертой властью? Много ли вы читаете, смотрите, нравится, не нравится? Что вы думаете? Я постоянно читаю газеты, вот честно. Читаю газеты, смотрю телевидение, когда у меня есть телевизор в общежитии. Так вот, у меня, честно говоря, очень негативное. Я не считаю наши СМИ четвертой властью. Оно никак не соответствует вот этой идее четвертой власти. Они постоянно показывают те новости, допустим, да, вот говорят, вот то-то, то-то у нас плохо. Но не смотрят, не прорабатывают, допустим, как было до этого и после этого. Вот после освещения СМИ они показывают определенную проблему, но потом они забывают о ней, не контролируют никак. Вот СМИ должно контролировать, это общественный контроль. СМИ, вот общество, и СМИ это на верхушке, которое контролирует как раз-таки общественное мнение, должно собирать и... Абриатур, СМИ означает средство массовой информации, там про контроль ничего не говорится. Вы почему думаете, что оно не должно контролировать? Средство массовой информации, оно должно контролировать все органы власти, но то оно и есть четвертая власть, ибо власть это тоже есть контроль и определенная ответственность. Каким образом контролировать-то? А? Каким образом контролировать? Вот смотрите. Штрафы выписывать, я не знаю, снимать с должности или что делать? Ну смотри, если брать так, коррупция практически будет отсутствовать в тех странах, где СМИ конкретно контролирует, допустим, ветвью власти, исполнительную власть или законодательную власть. Она освещает. Вот такой-такой-то он плохой политик, его надо убирать. В данном случае СМИ уже является контролирующим органом, в отличие от Финпола, прокуратуры, еще других органов. Тогда произойдет замещение государственной власти людьми, которые сидят в СМИ. СМИ еще, кроме всего, оно и исследует, оно прорабатывает полностью проблемы до глубины, показывает проблемы власти, в каких структурах власти проблемы, может быть механизм власти неправильно где-то работает. В данном случае СМИ это все выявляет, показывает все общественности, и общественность должна реагировать. В данном случае говорить, нам не нужны либо такой Аким, либо не нужна такая власть, или не нужен такой механизм правления, или еще подобные какие-то вещи. В данном случае СМИ должно показывать, преподносить это на блюдочке народу, и народ должен выбирать. А в данном случае уже СМИ не преподносят. Большинство наших СМИ, оно просто ретранслирует, показывает то, что есть, вот вчера был праздник, ну хорошо, все, буквально 90% всех наших газет будут говорить, что у нас был праздник. Все и так знают, что... Ну а вы бы что хотели, чтобы они про праздник сказали? Понимаете, что в данном случае СМИ не должно просто ретранслировать то, что происходит. Определенный должен быть анализ каких-то общественных тенденций, мнений и других подобных явлений вообще. А в данном случае такого СМИ практически вообще не нет. То есть вы не удовлетворены, потому что нет анализа и не отслеживаются тенденции. Вы солидарны с Габитом, или у вас есть другое мнение? Ну я не думаю, что стоит сейчас обвинять СМИ Казахстана в том, что они еще не достигли уровня, например, западных или американских СМИ. Но с другой стороны, сегодня вот именно я, к примеру, готова читать, например, только некоторые газеты из тех печатных зданий, которые существуют в Казахстане. И смотреть только некоторые телеканалы. И по большому счету даже по телевизору, наоборот, не хочется смотреть казахстанские продукты, потому что они не такие активные, не такие яркие, не такие, возможно, подвижные или еще что-то. И, соответственно, проблема в том, что единственная цель, единственная потребность, которая заставляет как-то обращаться к казахстанским СМИ, это потребность информации о казахстанских мероприятиях. Жан, а у вас есть такая потребность, как у Габита, чтобы средство массовой информации давало вам какую-то аналитику, следило за этими чем-то, или вам достаточно просто фактов, которые... Если бы это было, то я бы с удовольствием это воспринимала. Но, к сожалению, сейчас этого очень мало представлено. Конечно, мы еще находимся на каком-то зачаточном уровне, когда нам нужно... Ну, то есть, это путь развития, издержки развития. Но сегодня я тоже не удовлетворена, наверное. Понял, понял. Дана, вы что считаете? Если говорить о том, как я отношусь к казахстанским СМИ, то я отношусь к ним никак, потому что мне, в принципе, казахстанские СМИ неинтересны ни в плане содержания, потому что содержание информационных передач, оно, в принципе, одинаковое. Но новости, они есть новости, примерно одни и те же события, одни и те же факты, цифры. Но в плане формы казахстанские СМИ, они для меня непривлекательные. То есть, если мне надо знать какие-то новости, я банально включаю Евроньюз, смотрю там, потому что там мне легче воспринимается по неизвестным мне причинам, но это так. А новости о Казахстане вы где узнаете? А новости о Казахстане, опять же, отслеживать их по телевизору, мне тоже как-то душа не лежит, и я опять же ищу информацию в интернете. В интернете, то есть вы заходите на средства массовой информации, но которая в интернете расположена? Поисковая система, ты вводишь необходимые тебе данные и как бы читаешь оттуда. И почему-то подсознательно к казахстанским средствам массовой информации, в частности именно к телевидению, наши отечественные новости, они как-то доверие и интересы не внушают по неизвестным причинам, но факт есть факт. Тоже понятно, Надея. Я, наверное, возлагаю на СМИ, на новости какие-то две задачи, то есть это информационная и образовательная, потому что для меня это очень важно. В моем университете я учусь не переводчика, он нас требует для того, чтобы мы были в курсе всех событий, и при переводе использовали именно публистический стиль в разговорной речи. Поэтому я, например, не могу жить без службы BVC в интернете, в которой есть определенное большое количество подкастов, очень быстро появляются статьи, которые реагируют на все события в мире, очень быстро, буквально 35 минут, и ты уже можешь прочитать, что происходит, например, где-нибудь в другой стране. То есть я предпочитаю заграничные, например, BVC, мировую службу, потому что если я хочу чему-то научиться, хочу научиться правильно говорить, строить свою речь, то я предпочитаю зарубежные, но не наши, потому что все-таки наши журналисты и уровень речи, не знаю, может быть, эрудированности немного пока еще не дотягивает до мировых. Спасибо. Ну, к экспертам. Смотрите, ну вот такое почти единоличное мнение, что уровень казахстанской журналистики нынешний не удовлетворяет современную молодежь. Не хватает глубины, не хватает последовательности освещения, не хватает власти над умами. Вот вы согласны с тем, что казахстанская журналистика современно находится в таком состоянии, или у вас другое мнение на этот счет? Я не совсем согласна с некоторыми постулатами, которые здесь прозвучали. Во-первых, говоря о СМИ как о четвертой власти, это совсем не значит, что СМИ должно превращаться в полицейскую дубинку. Вот вы сказали, СМИ должно контролировать, СМИ должно нам рассказать. СМИ это не должно делать. Для этого СМИ должно формировать общественное мнение, создавать его, но контролировать. Для этого есть у нас судебная система, не надо подменять одну систему другой. А потом, когда мы говорим о СМИ, СМИ это ведь не есть нечто абстрактное. СМИ это люди, это я, это он, это кто-то другой. И допускаете ли вы то, что те же СМИ могут ошибаться? Поэтому, когда вы говорите, что СМИ должно давать оценки тому или иному событию, или особенно той или иной личности, а если это мнение будет ошибочно, можно ли рассматривать СМИ как истину в последней инстанции? Я думаю, что нет. Поэтому подходить так однобоко к СМИ, я думаю, это ошибочно. А вы как считаете, в СМИ современной, ну абстрактная концепция, должны ли эти СМИ нести только факты, или должны давать какую-то оценку этим фактам? Нет, безусловно, не только факты. Вот здесь молодые люди говорили о том, что они смотрят Евроньюз, ищут новости. Почему? Потому что там всегда присутствует личностное отношение к журналистам. Журналисты очень известны, ну допустим, если мы будем говорить о западной журналистике, хорошие журналисты известны также, как, допустим, звезды мирового кино. То есть почему? Потому что это есть какая-то, ну, личностная окраска подачи материала. Но здесь не идет речь о какой-то сугубо личной интерпретации, то есть не об искажении фактов. Хорошо. И, ну, в завершении, вот казахстанская журналистика современная, она дает вот такую личностную окраску? Вот дает ли она вот это что-то, кроме сухих фактов? Знаете, я бы здесь не давала однозначных оценок, да или нет. Потому что даже если мы будем говорить о казахстанской журналистике, она слишком различна, слишком большой разброс форм, методов подачи материала. Поэтому говорить да или нет, это, наверное, было бы честнее, если мы будем говорить конкретно о каком-либо издании, газете, журнале и так далее. Ну, у нас сюда не классный час, чтобы разбирать всех учеников? Да, пожалуйста. В принципе, я вот на стороне молодежи, в принципе, вы правильно говорите, речь идет о том, что у нас самое главное достижение по сравнению с другими центрально-азиатскими странами, у нас есть выбор. Не нравится эта газета? Можно другую купить. Не нравится один телеканал? Можно другой посмотреть. Я вот в последнее время практически, допустим, новости нахожу в интернете, потому что, в принципе, мы как бы в глобальном мире живем, и самое главное достижение у нас есть выбор. Ну, конечно, может быть, иногда бывает так, что Елена Федоровна правильно говорит, личностная всегда присутствует. Но я просто хотел подчеркнуть, что пресса не является четвертой властью. Она должна быть в какой-то степени хорошим посредником между властью и обществом. И с другой стороны, конечно, в какой-то степени пресса как общественный инструмент, она должна контролировать власть. Я даже больше мог сказать, вот в нынешних условиях пресса в Казахстане является естественным оппонентом власти. В какой-то степени это да. Я не буду говорить за всех, и вообще и вас призываю к этому, потому что, когда мы говорим СМИ, мы должны понимать, что это разные вещи. Есть деловая журналистика, там вообще не должна присутствовать позиция автора. Это только факты. Есть аналитическая журналистика, есть там, ну, желтая пресса. Это тоже, кстати, неплохая, нехорошая она такая. То есть это журналистика бульварная. Но это не оскорбительное слово, а массовое, так скажем. Ну, то есть на каждый продукт есть свой потребитель. Так вот, я что хочу сказать. Да, уровень нашей журналистики очень низкий. Но это отражение общества, это вы. Это те, кто к нам приходят работать. То есть это проблемы нашего общества. Я, может быть, я ошибаюсь, коллеги, ну, то есть это мое мнение. Мы не растем в плане образовательном, в плане, то, что мы говорим, классическое образование. Мы, наоборот, как бы, уровень наш понижается. И журналисты... А вы в чем видите причину этого? В том, что нет спроса на качественный материал? Или что предложение не в состоянии дать этот качественный материал? Да, я вам сейчас скажу, Максим. Дело в том, что профессия журналистики, она теряет престиж. Она сильно потеряла престиж. И я знаю, почему, допустим. Все в кадры упирается. Не все, но очень многое в кадры. Ну, потому что мы люди. То есть люди делают для людей. И от профессионального уровня журналистов зависит и конечный продукт. Просто раньше был престиж. То есть и про власть. Мы не власть сейчас, мы инструмент. Но мы продолжаем оставаться инструментом, потому что, я скажу, по эффективности нашей работы. Возьмем вот американский канал Fox News, да? Вот у них там главный слоган такой «We report, you decide». То есть мы докладываем, вы принимаете решение. Вот. Вот они говорят так про себя, да? Они дают людям информацию. И люди через инструменты репрезентативной демократии начинают влиять на власть. Вот об этом механизме влияния на власть и контроля власти Габид говорит, как я понимаю, правильно? Да, правильно. Здорово. Вот это такой механизм влияния. И Габид говорит о том, что современная казахстанская журналистика, современные казахстанские СМИ вот такую цепочку не организуют. СМИ – это часть общества. Это не институт из Марса. Это не институт из... Мы все взаимосвяты. А давайте просто, вы согласны с тем, что СМИ сейчас вот эту цепочку не поддерживают? Согласны? Ну, я... Не то, что она не поддерживает, а нет задачи такой у СМИ ее поддерживать. Понимаете? А какая задача сейчас в Казахстане? Я объясню. Задача СМИ, на мой взгляд, во всяком случае тех СМИ, в которых я всегда работала, это всегда формирование общественного мнения. Это... Другое дело, как оно формируется. Плохо, хорошо, качественно, некачественно. Но это всегда формирование. То есть, это никогда не было... То есть, задача менять что-то. Мы должны... Нет, оно меняется, опять же, через репрезентацию, да? То есть, это через какой-то механизм. Но это не задача СМИ. То есть, наша задача увидеть проблему и ее поднять. Вот. Это всегда так было, и оно и сейчас так есть. Выражение «четвертая власть» — это когда-то, да, было. Это было при коммунистическом режиме. Это было, когда мы шли уверенно к коммунизму. А сейчас пресса и вообще все СМИ — это является индикатором, который отражает вот эти все отношения в нашем обществе. И пресса никак не должна быть четвертой властью. Она, наоборот, должна помогать. Она должна разъяснять. Вот это ее основная задача. А то, к чему вы призываете, вы немножко агрессивно, молочек, настроены. Хотя я с вами согласна, что сейчас газеты неинтересные. Они одинаковые. Что телевидение... Ну, я проработала на телевидении, вот в этом году будет 50 лет. И я считаю, что сейчас пора упадка телевидения кадастанского. Пусть меня осудят. Вот. Но дело в том, что нельзя от прессы требовать того, чтобы она все время конфликтовала с властью. Тогда у нас, понимаете, будет очень странное общество. СМИ сейчас имеют хозяина, будем говорить. Есть частные СМИ, которые... Сейчас все, любое СМИ имеют хозяина. Вот, допустим, та же казахстанская правда, о которой вы говорите, да, у нас хозяин государства, понимаете. Мы защищаем интерес, мы отрабатываем интересы государства. Другое дело, что, да, наверное, вы правы, что есть перекос в информации, что я не могу с вами согласиться о том, что вы говорили, что пишут неправда. Вот, Ирина сказала, то, что пишут, это все правда. Потому что любую информацию можно проверить на, так сказать, ее достоверность. Вот. Для этого. Но другое дело, совершенно верно, что надо ее как-то дозировать, может быть, более критическим материалом. Казахстанскую правду можно ругать, ей можно не соглашаться, но нельзя не согласиться, что это, пожалуй, единственная у нас газета, которая дает самый широкий спектр официальной информации. Вот без какой-то личностной оценки. Здесь можно говорить, хорошо это или плохо, но это мы даем так, как оно есть. Знаете, я вам просто в этой связи хотел напомнить тоже коротко одну шутку из советского периода, да, о том, чем правда отличается. От известий, да, что в известиях нет правды, а в правде нет известий. Вот и здесь, ну, в нашей газете все правда, да, никто ничего не скажет. Вы знаете, я вот хочу обратиться к ребятам, ребята все очень образованные, ребята очень умные, но это дети. Понимаете, как им трудно вот в этом мире, когда 20, 30, 40 газет об одной и той же проблеме пишут по-разному. Я понимаю, там взгляд разный. Надо изобрести вот какой-то инструмент, я не знаю, возможно, это задача телевидения. Как-то настраивать их, как-то помогать им, вот разбираться по-настоящему создавшуюся ситуацию. Я вам приведу смешной пример. Вот когда только перестройка, там газеты вот эти все. У меня была очень старенькая мама, она читала очень много все. И в один прекрасный момент она мне говорит, послушай, а что делать? Раньше я прочитаю в правде, все мне понятно. Теперь я читаю 10 газет и ничего понять не могу. Вот понимаете, вот вы сейчас тоже находитесь в такой ситуации. Поэтому, наверное, нужно как-то то ли наших ребят на факультетах журналистики настраивать, на то, чтобы они как-то по-другому относились к этому. А сейчас, конечно, говорят, интернет дает достоверную информацию. Хорошо, но там столько еще мусора, там столько всякой грязи, что тоже человеку, который, ну не так, скажем, подкован хорошо, как вы, разобраться трудно. Вот поэтому, знаете, не надо так вот уж слишком нападать на прессу и говорить, что она не исполняет... Она не должна исполнять правильно, я согласна со своими коллегами, никакими карательными методами не должна действовать. Она, наоборот, должна помогать и у людей вырабатывать... Вот они должны чувствовать, что они сопричастны и к власти, и к тому, что происходит. Я как раз хотел сказать о том, что вот Сенсон, он в некотором смысле представляет такую площадку, где каждый может создать свои средства массовой информации и сам может стать хозяином своим. Вот это как-то влияет на вот эту дисперсию мнений, которые появляются, или не влияет? Вопрос такой. Блоги как СМИ, ну, в принципе, по закону они уже привнены, как СМИ в Казахстане, да. Все это знают, что любой интернет-ресурс является СМИ, да. Но готовы ли блогеры брать на себя ответственность как журналисты? Думаю, нет. Почему? Блогер способен собирать информацию, блогер способен какие-то кусочки делать, сфотографировать, снимать видео, выкладывать тут же, но ответственность как аналитика, как поиска, почему это случилось, и какой-то анализ проводить уже лежит не на блогере, естественно. Почему? Это обычное ограничение ответственности на самом деле. Блогинг и журналистика. Блогинг это... Блогинг можно назвать быстрой оперативной журналистикой, как когда-то были молнии, форточки. Это места, где вы в порыве информационного своего голода устремляетесь именно в интернет, чтобы этот голод насытить. И эта тенденция времени ставит перед журналистами очень большую задачу. Работать не просто там 5 дней в неделю, а 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И понимаете, и очень хорошо тенденция в том, что некоторые казахстанские журналисты, пусть и хоть единицы, устремились в интернет все-таки. Вам, молодежи, нужно как раз подносить вообще по-другому это. Не форме традиционной журналистики, не форме обширенных больших статей, которые вы явно читать не будете, а форме каких-то, возможно, коротких сообщений, видео, каких-то, возможно, игровых моментов. И все это ведет к тому, что мы приближаемся все-таки... Тенденция времени — это конвергентная журналистика, когда журналисты делают не просто для всех, а делают для определенной аудитории. Вы знаете, вот же это Джулиан Асанж, основатель вот этого скандального викиликса сайта. Сейчас Костак и у нас еще есть одно агентство в Киргизии, Киргизско-телеграфный агентский вертак. Мы подписали, значит, меморандум о сотрудничестве. Сейчас, может быть, где-то вы можете в печати видите. Мы тоже пытаемся как бы идти вот по этому. Поэтому не всем это нравится. Есть какие-то персоны, которые мы задеваем. В принципе, в нашем распоряжении около 7500 сейчас телеграмм есть. Те, которые послы отправляли в Государственный департамент. Мы сейчас тоже... Это тоже как бы говорит о том, что... Больше стараемся как бы работать в интернете. Двигаемся в этом направлении, да? И молодых людей я призываю, будучи за интернетом, конечно, может быть, какие-то новые технологии появятся. Я вообще сам консервативный человек. Я газетчик, 30 лет проработал в различных газетах. Я сейчас уже знаю, что такое интернет. Я знаю, как бы, вот, некоторые новости, стараясь заходить в Масимову. Уже Масимов выступает как бы... Источник человека. ...человеком, да, который дает информацию. Если вот так в общем сказать, то мы все пришли сегодня к такому выводу, что СМИ сегодня в нашей стране на низком уровне. Я бы у вас, как у специалистов, хотел бы спросить, в чем реально проблема, в чем корень? Вы стараетесь, пытаетесь работать, но у вас это плохо получается. Вот почему? Скажите, пожалуйста. Прежде всего, СМИ не должно превращаться в пятую колонну. Вот вы говорили, в том числе, так сказать, то, что касается интернета. Это первое. Теперь второе. Значит, почему такие плохие СМИ, вот как вы говорите? У меня большой опыт, в том числе работы в российской журналистике. Я долгое время работала в аргументах, фактах и в известиях, российских, не в наших, подчеркиваю. И там, значит, была такая установка. Делать интересные материалы. Если вы посмотрите те же аргументы и факты, там не выступают чиновники. Вот вам ответ про казахстанскую правду. Я уверена, что газету должны делать журналисты. И делать ее на высоком профессиональном уровне так, чтобы вам, читателям, было интересно это посмотреть. Чтобы, прочитав, вы что-то для себя поняли и что-то в душе осталось. Не грязное, а наоборот, понимаете? После чего хотелось бы жить. В общем-то, я считаю, что журналистика должна быть оптимистичной. Елена Федоровна, коротко, чего не хватает казахстанской журналистки, чтобы быть хорошим? Профессионализм. Профессионализм, понятно. То же самое касается и телевидения, потому что я буду говорить о телевидении, я ему всю жизнь отдала. Сейчас пришло время, когда, ну как бы сказать, это некрасиво, может быть, приходят случайные люди по протекции, по знакомству. Там где-то они немножко засветились, и они воображают из себя телевизионными журналистами. Вы, наверное, обратили внимание, что из программ казахстанского телевидения всего очень много исчезло собственных программ. Это калька с программ московских, программ зарубежных. Лариса Александровна, а почему нет нормальных программ? А я вам скажу почему. Некому делать. Некому делать. Людей не хватает. Я пришла в ужас, когда я прочитала информацию, что журналистов в Казахстане готовят 23 вуза. Это что такое? Ну понятно. То есть главная причина нехватка кадров, да? Главная причина нехватка квалифицированных кадров. И что на журналистику попадают совершенно случайные люди, и потом эти случайные люди приходят рисоваться на телевидении. Понятно. Хорошо. Ирина Пирон, можно очень-очень коротко, но совсем мало времени. Непрофессионализм, нехватка кадров идет от другой проблемы. Нужно поменять отношение к журналистике, к прессе, со стороны государства и со стороны общества. Есть такое выражение, кто не будет кормить свою армию, будет кормить чужую. Я 100% могу это положить на прессу. Кто не хочет заботиться о своих журналистах, кормить своих журналистов, ну в кавычках вы понимаете, тот будет кормить чужих журналистов. Что сейчас и происходит. Мы видим Америку, мы видим Европу, мы видим Россию, и казахских журналистов казахстанских нет, потому что их не кормят. Прости. Ну понятно. Хорошо, давайте. У нас два выступления с трибун, два с этой, два с центральной и потом завершающая часть. Пожалуйста, начнем справа. Здравствуйте. Я хотел у вас узнать на самом деле статистику. Сколько всего журналистских зданий зарегистрировано в Казахстане и сколько из них государственных и частных. Можете подробнее ответить на этот вопрос? Да, я готов ответить. В принципе, зарегистрировано может быть около пяти с половиной тысяч средств массовой информации, но работают половина, где-то две с половиной тысячи. И в негосударственном секторе, имеется в виду, в конкурентной среде практически 90% СМИ находится, не является государством. У меня совсем маленькое выступление, я хотела бы обратиться к этой и к этой трибуне. Вот я учусь на журналиста и, честное слово, мне очень хочется, чтобы вот вы все меня учили. Потому что там, где я учусь, мне не дают каких-то достаточных знаний. Вы все прекрасно говорите, вы все такие политически активные, да, у вас гражданский долг. Но почему тогда вы сидите и вот лично нас, молодых журналистов, никто ничему не учит? Мы приходим, сдаем там какие-то посредственные предметы, занимаемся абсолютно, ну, как мне кажется, бесполезной какой-то работой, обучением. А если кто-то у нас, ну, там, из группы в 30 человек у нас есть 10 толковых ребят, мы вот собираемся, идем куда-то, но, тем не менее, там нету неопытных экспертов. Вот вы опытные эксперты, почему вы не идете преподавать? Почему вы с таким огромным жизненным багажом не идете нас учить? А почему вот вы, такие политически активные, замечательные ребята, не организовываете нас всех и не зовете куда-то? Пойдемте бороться, пойдемте рассказывать право. Хорошо, а можно короткий вопрос? Мне очень интересно. Вот вы хотите, чтобы гражданскую позицию вам навязали, и вот кто-то принес, и она бы вот была бы. Нет, у меня и как своя политическая и гражданская активная позиция. Мне просто интересно, почему, да, вот СМИ, они должны как-то мне чуть-чуть раскрыть, так, вуаль, ну, как бы, раскрыть мне интерес, да, глаза мне раскрылись. Давайте мы завершим, ну, попробуем выйти на какой-то конструктив. Вам не нравится современная казахстанская журналистика, да? Что вы хотите предложить, чтобы казахстанская современная журналистика вас устраивала? Мне кажется, для каждого человека, который желает стать журналистом, готовиться к тому, чтобы работать в этой сфере, для меня очень важно, чтобы этот человек был профессионалом своего дела, но не только. То есть, здесь очень важно быть искренним, честным и, правда, болеть за свой народ и за свое государство. То есть, я думаю, это самое главное. То есть, можно быть профессионалом, но не болеть за свой народ и писать другую правду. То есть, вы бы добавили современным казахстанским журналистам искренности и патриотизма? Да. Здорово, спасибо. Габи. Газеты не справляются со своей задачей, они даже не информируют о землетрясении, что уже говорить о четвертой власти, если они не выполняют уже функции четвертой власти. Габи, если вы найдете способ информировать о землетрясениях, в Нобелевский комитет пишите, за это дадут. Нет, нет. Все, спасибо. Есть определенное. Дана, что сделать? Говоря о проблеме кадров, мы поговорили с Сайжан и выяснили, что, оказывается, в прошлом году грантов на специальную журналистику выделено на Республику 25. То есть, само государство, с одной стороны, делает... Дана, что сделать? Увеличить. Увеличить что увеличить? Количество грантов на журналистику. Чтобы журналистов стало больше. 25 человек, это нормально. Потому что не может быть больше 20, да даже из 25 не все талантливы. Это не профессия, понимаете? Это талант и что-то еще изнутри. В Казахский государственный университет принимали на казахское отделение 25 человек и на русское 25. Выпускали где-то человек по 18. Вот это было нормально. То есть увеличивать не надо? Не надо. Пожалуйста, откройте какой-нибудь дополнительно платный курс для журналистов. Найдите какие-нибудь способные журналисты, которые пишут более-менее аномальные статьи, возьмите их себе, получите, и тогда у нас будет идеальный журналистский мир. Хорошо, здорово. И, Айзан, еще раз, коротко, что делать? Я думаю, для того, чтобы люди вообще хотели заниматься журналистикой, необходимо, во-первых, повысить статус и определенное финансовое вознаграждение за их труд. Соответственно, я считаю, что государственные СМИ, они справляются со своей задачей, в принципе, хорошо, а вот как раз-таки частные СМИ, для них, наверное, стоит как-то сократить, может быть, налоговое обложение, еще что-то, регистрационные взносы. И, соответственно, больше денег будет оставаться для того, чтобы выплачивать зарплату журналистам этих СМИ, они будут ответственнее относиться к своей работе, и, как бы, уровень общий будет повышаться. Хорошо. И давайте к экспертам тоже по одному предложению. Что сделать, чтобы улучшить уровень казахстанской журналистики? Я приглашаю всех сидящих здесь ребят, на самом деле, к нам в литер, я вам говорю, как заместитель главного редактора, можете все проходить у меня практику. И будем смотреть, кто из вас может и хочет. Я серьезно говорю, приходите, вот так кадры и ищут. И еще, по поводу грантов на журфак. Журфак – это не журналистика. Простите меня все журфаки. Потому что ко мне приходят девочки и мальчики из журфака. Один из тех же 25 у нас остается, немного работает и уходит в пиар. Вот, так что это не решается. Илья Александровна, чтобы улучшить казахстанскую журналистику, прийти к вам на стажировку, понял? Приходите, да. Будем опытным путем. Хорошо, здорово. Я буду краток. Я думаю, сегодня у нас очень хорошая встреча и действительно неравнодушная аудитория. Я считаю, что будущее у нашей журналистики есть, потому что журналистика не может быть связана с теми людьми, которые... Спасибо. Спасибо. Ларис Ханаров. Я возьму у себя смелость вот обратиться к тем, у кого есть, ну, немножечко в душе что-то такое, вот, тяга к журналистике. Я просто уверена. Предложите вы интересный проект. Вот, сами его разработайте. Ну, трудно найти, конечно, средства. Но я думаю, что если это будет очень интересный проект, то канал возьмет у вас с удовольствием. То есть сделать, проявить инициативу, да, Самсор? Уже говорили здесь о том, что журналистом, по сути, может стать каждый специалист в своем деле. Так что я призываю всех, давайте заниматься почаще гражданской нашей журналистикой. И если вы специалист в каком-то деле, пишите в блоге, пишите, открывайте видеоблоги. И, в конце концов, вы достигнете профессионализма. Почему? Потому что я сам жертва журфака Гранта. Угадайте, у нас было около 60 предметов. Угадайте, сколько из них вели профессионалы? Раз, два, четыре. Все. Хорошо, спасибо. Кумисай, давайте, коротко, что сделать? Вы знаете, вот я по поводу слога. Если современная журналистика хочет быть наша, когда встанка, на хорошем уровне, ловите моменты и читайте материалы наших мэтров. Потому что я вот, да, между тем поколением, вот, ими и молодыми, да, и когда я смотрю, я всегда, сейчас, даже будучи, как говорят, хозяйкой двух газет, я читаю именно Елену Федоровну Брусиловскую. И своим журналистам говорю, почитайте, чтобы поймать тот красивый, правильный слог. И многие, вот, то поколение, это действительно мои учителя. И я, наверное, научилась больше не на факультете журналистики, а вот именно работая с этими людьми и получая от них практические знания. Поэтому ловите момент и читайте их, пока они работают и пока они публикуются. Читать мэтров жанра. Рекомендация ясна. Журналистика, это, знаете, состояние души. Это не профессия. Я, например, по профессии не журналист, но всю жизнь работаю в журналистике. Поэтому те, кто хотят прийти в журналистику, они туда придут. Растите, повышайте свою культуру, будьте неравнодушными. Это самое главное. Здорово, спасибо. В завершении программы я хочу дать, ну, что ли, такой общий взгляд на средства массовой информации, как мне кажется, к ним нужно относиться. Нужно всегда помнить, что кто-то всегда стоит за любым средством массовой информации. Не бывает такого абсолютного средства массовой информации, абсолютно объективного. Это как идеальный газ, он бывает только в уравнениях Бойля Мариотта, так и средства массовой информации всегда представляют чьи-то интересы. Умейте видеть эти интересы, умейте отделять влияние от информации, берите эту информацию, принимайте решения для себя, и тогда вы сможете воспользоваться всеми СМИ с максимальной для себя пользой. Спасибо, до свидания.